Всем привет, меня зовут Евграф, это Едим ТВ, и сегодня я буду готовить коктейли из сериала «Клиника. Скрабс» в рубрике «Гик Дринк». «Клиника» — популярный ситком, главной роли играл Зак Браф, шел этот сериал в 2000-х годах, по-моему, с 2001 по 2009, и там несколько коктейлей многие просили в комментариях приготовить, там в основном был «Эппл Тинни», конечно, я сделаю две версии, и еще там парочка коктейлей, которые участвовали в этом сериале, я тоже приготовлю. Для тех, кто не смотрел, «Клиника» — это сериал «Девять сезонов». Отучившись четыре года в медицинской школе, Джон Дориан, Джей Ди, приходит работать интерном в клинику. Вместе с ним здесь же будет применять полученные знания его лучший друг со времен колледжа Крис Терк. Не имеющий опыта практической работы, молодые специалисты сразу же погружаются в хаотический мир жизни больниц. Начнем мы, естественно, с коктейля «Эппл Тинни», как самого популярного, который Джей Ди, этот главный герой, постоянно пьет. Это такая, там, все время шутки про то, что он считает, что это мужской напиток, а все, там, геи тоже уважают этот коктейль, он удивляется почему. Он такой сладенький, приятный, и я две версии сделаю. Начнем с первой. Коктейль готовится в любом случае в шейкере. Коктейль довольно крепкий, но при этом легко пьется. И первое, что нам понадобится, это водка. 60 мл. Затем нам понадобится ликер «Сауэр Эппл», то есть кислое яблоко. Есть разных производителей, «Де Кайпер» есть, ну вот «Люксарда», короче, какой у вас есть, если есть. Это кисло-сладкий такой ликер, он, кстати, вкусный вообще в любом виде практически. Его нам нужно 30 мл. И он же даст цвет нашему «Эппл Тинни». Ну и, кстати, если у вас нет ликера «Сауэр Эппл», то вторую версию «Эппл Тинни» я приготовлю без него, так что можете поставить лайк за это. Дальше нам нужен лимонный сок, 15 мл, он уже надавлен, это свежевыжатый лимонный сок, и я его налью. Затем нам понадобится простой сахарный сироп, буквально чуть-чуть, вот так вот, жик, все. Это там 5-7 мл, потому что и так уже «Сауэр Эппл» сладкий, нам не надо слишком переслащать коктейль. Затем кладем в шейкер лед, переливаем туда коктейль. И интенсивно шейкуем, посвящая этот шейк миру во всем мире и вот этому комментарию. Затем берем замороженную коктейльную рюмку и с помощью стрейнера переливаем в нее коктейль. В фильме коктейль никак не украшался, но я буду не я, если не украшу его яблочком. Вот так вот. И коктейль и полотини готов. Приглашаем Екатерину, большую специалистку по сериалу «Клиника», который смотрел сколько раз? Много раз, больше трех точно. Ну, пожалуйста, попробуй, скажи. Я так понимаю, вы и сами делали этот коктейль? Ну, пытались, но это скорее будет жалкая пародия. Посмотрим, я не знаю, я сам... Вот этот рецепт я, по-моему, еще ни разу не использую. Это очень вкусно. Ну, на мой вкус. Мне очень нравится яблочный ликер. Такое кисло-сладкое яблочко, очень сочное. И вообще яблочный вкус, он как будто бы не такой очень популярный в коктейлях. И чувствуется очень свежо и привычно. Так и есть. Ну, кстати, вполне себе коктейль. Да, отлично, он не приторный. Я так подозреваю, что поскольку были всякие шутки над Заком Брахом в сериале, там он все-таки был послаще. Подразумевалось, что он послаще. Потому что это прям такой он. Ну, не прям как мартини, который там водкой чуть-чуть вермута, но в эту сторону. То есть там преобладающее количество водки, но во вкусе яблоко. Да, я бы рекомендовала его попробовать. У него есть, конечно, некоторое такое... Ну, из-за слова такого женского напитка. Но на самом деле он очень вкусный. Он скорее кислый, чем сладкий. Вот. Он многим, мне кажется, бы понравился. Да, мне тоже так кажется. Спасибо, Екатерина. Благодарю. Идем дальше. Ах, а Катя берет коктейль и идет дальше. Но Евграф, скажете вы, у меня нет сауэппла, и в России его не купить. Что же мне делать? Сейчас я покажу вам, что делать, и сделаю вторую версию апплотини, которой не нужен ликер сауэппл. Вторая версия апплотини также готовится в шейкере. Начинаем с водки. 50 миллилитров. В принципе, тут просто рецепт на европейские меры. Поэтому 50, а не 60. 52. Затем нам понадобится яблочный сок. Ну, берите что-нибудь такое хорошее, натуральное. Тоже 50 миллилитров. Немножечко лимонного сока. Вот так вот. Ну, типа 5 миллилитров. И такое же небольшое количество можно использовать обычный сахарный сироп. То есть, один к одному сахар с водой я буду использовать мэйпл сироп, который также называется кленовый сироп по-нашему. Тоже около 5 миллилитров. Закидываем в шейкер супер холодный лед. Переливаем туда содержимое нашего смесительного стакана. И взбиваем в шейкере. Этот шейк я посвящаю вот этому комментарию. Охлажденная коктейльная рюмка. И переливаем в нее наш коктейль. Можно без дополнительного сита, потому что там лимонный сок очищенный, все там чистое, ничего там, жмыха быть не должно. И также украсим кусочком яблока. И коктейль Эппл Тинни, вторая версия, готов. Попробовать его приглашается Александр. Наш подписчик с 2009 года. Хотя канал с 2012 существует, правда, но не важно. Ты за кадром пробовал и ту версию, и эту. Что ты можешь сказать? Этот менее кисло. Больше получается такого просто яблочного сока, который не кислый, а сладкий. Он в итоге намного легче. Ну, по ощущениям, действительно. Ну, да, потому что больше там сока, чем всяких там ликеров. Его можно выпить больше, чем товарищ. Можно. Опять же, вы подбираете под себя. То есть я где-то по чуть-чуть добавил сахара и кислоты. Кислоты здесь можно больше. Можно 10 миллилитров лимона. Но и так, по-моему, очень хорошо, вкусно. Ну, конечно, по цвету он уступает тому, потому что в сериале был зелененький. Но зато, если у вас нет сауэппл, то, пожалуйста, вот можно его имитировать. И капнуть туда немножечко зеленки для цвета. Вкусно. В сериале «Клиника» было не так много коктейлей, на самом деле. Вот Эппл Тинни самый известный, конечно. Но также там был персонаж Дженнитор, уборщик по-русски. И он там все время что-то чудил. У него даже не было имени, насколько я понимаю. И он в том числе готовил себе коктейль, который назывался «Джам Тоник», либо «Гам Тоник», либо «Джомо Тоник», я слышал еще вариант. Это на самом деле всего лишь джин, ром и тоник. И делал его нового в термосе, подливал крышечку и пил. И ровно так мы сегодня и поступим. Первым делом мы положим в термос лед. Я думаю, что достаточно, а то у меня маленький термос, и все напитки туда могут не влезть. Затем берем джин. Пока все логично. 30 миллилитров. Дальше становится менее логично. Темный ром. Ну, там не указано, какой именно. Но я решил темный. Тоже 30 миллилитров. Спасибо бару The Cont House, в котором я снимаю, который позволяет мне заниматься всякой фигней. И дальше наливаем туда тоник. Естественно, супер какой-то редкий и дорогой тоник. Смысла нет наливать. Если у нас 30-30, то я думаю, где-то 120 тоника туда хорошо зайдет. Далее я закрываю свой термос. Можно аккуратно-аккуратно вот так вот перемешать чуть-чуть. Поскольку там газированный тоник, вы понимаете, что не надо его сильно взбалтывать. И в принципе на этом все. Осталось только взять крышечку от термоса. Ну, в случае, если бы мы как бы взяли с собой, там куда-то носили, ходили, то есть бы лед не таял так быстро, как и в обычной ситуации. Хотя все равно будет жидкость теплая, так что нет. Мы просто открываем его и аккуратненько переливаем в чашечку, в крышечку от термоса. И поскольку мы не просто извращаемся, но хотим красиво извращаться, добавляем туда кружочек лайма для красоты. В принципе, можно всегда положить лед прямо в крышечку, но там тогда вообще места не останется для напитка. Но именно так уборщик пил свой джам или гам тоник. Попробовать этот, не уверен, что замечательный, но все-таки какой-то коктейль, приглашается Екатерина, главный специалист для сериала «Клиника» в Ереване. Какое гордое звание. Ну, да. Пока просто кого из армян вот вы тут не спрашивали, никто не смотрел. Я в том числе, кстати, должен признаться. Это напиток достойный уборщика, мне кажется. Не хватает сюда бросить монетку. Те, кто смотрел «Клиник», поймет. Ну, это как будто джин-тоник немного испорченный. Ну, я думаю, что его можно улучшить сюда. Сейчас попробую. Да ладно, ничего. Вообще-то неплохо. Если то нормально ром лить, а не кое-что, то я думаю, что вообще будет неплохо. Джин вообще не чувствуется. Это практически ром тоник получился. Позвожно. То есть ром яркий у него вкус. Ну, опять же, вы под свой вкус подбираете. Я думаю, что туда можно было бы добавить немножечко сока лайма, и было бы и колы, и без джина. Непривычное сочетание, честно. Ну, да. Ну, так какие-то сценаристы там в какой-то комнате сидели, придумали какую-то фигню. А мы теперь экспериментируем. Пытались заправить. В принципе, ром хорошо, джин хорошо. Почему бы их не смешать? Ну, не, нормально, кстати. Я думал, будет хуже, честно говоря. Ну, да, я тоже думала, но я бы не стала это пить, если честно. Я бы лучше джин-тоник выпила. Я согласен. Пожалуй, так и будет. И последний коктейль, который я сделаю сегодня, это пич-тини. То есть, как-то раз Джей Ди пришел в бар, попросил бармена свой эппл-тини, и бармена предложил ему сделать пич-тини. На что Джей Ди сказал, что это слишком фафи на его вкус. То есть, ну, типа, короче, слишком погейски, видимо. Но, несмотря на то, что эппл-тини он любит. Коктейль этот должен быть очень вкусный. Я его еще не пробовал. Он персиковый. Я его буду готовить тоже в шейкере. Как и эппл-тини, изначально этот коктейль готовится на водке, но поскольку здесь есть персиковый дистиллят, я подумал, что сделать персиковый коктейль на персиковом дистилляте это самое то. Но если у вас нет, вы можете использовать пич-тини. А это, кстати, владелец бара Нарек делает свои дистилляты. Рекомендую. 30 мл. Далее, самый главный ингредиент, который точно должен быть, это пич-шнапс, как это в Америке называется. Главное не путать. Шнапс немецкий это совсем другая история, чем американский. В американском представлении это типа ликер. Ну, может быть крепкий, но не обязательно. Тоже 30 мл. персикового ликера. Далее нам нужен апельсиновый сок. Ну, вы можете использовать свежевыжатый. Я предпочитаю в пакетах там стабильнее вкус. Главное 100% сок. Тоже 30 мл. В данном случае, кстати, не надо менять апельсиновый сок на персиковый сок. Потому что, во-первых, ну, в персиковом кислоты не будет. Будет другой баланс. Апельсин, он достаточно нейтральный. То есть он не прям совсем нейтральный, но достаточно нейтральный, чтобы это все дело войти во вкус персика, так сказать. Затем нам нужен апельсиновый ликер Triple Sec 15 мл. И столько же 15 мл. сока лайма либо лимона, либо их смеси, как у меня. Вполняем льдом, переливаем туда и шейкуем. Этот шейк я посвящаю вот этому комментарию. Затем берем замороженную коктейльную рюмку и с помощью стрейнера и барного сита отцеживаем в нее коктейль. И украсим этот коктейль кусочком персика, в котором мы вырезали сердечко и вот так я решил украсть этот коктейль. Попробовать этот коктейль приглашается наш местный Джей Ди. Просто почему-то не знаю. На, держи. Посмотрим, насколько это фафи. Да, посмотрим. Если вы узнаете, что такое фафи, конкретный перевод, то есть я знаю описание, но что такое фафи, это какое-то сленговое слово. Персик, разбавленная водка и чуть-чуть на послевкусие апельсин. Вот так, ну прям много персика. Ну да, там в принципе водки-то нет. Там все персиковое. То есть там апельсин, он больше как кислоту дает, сладость немного. Ну хоть ничего, вкусненько. Отлично, там прикольно, что есть несколько уровней персика, потому что персиковый вкус дистиллята это одно, все-таки это не просто там как свежий персик, плюс персиковый ликер, он больше конечно персиковый. Ну туда можно наверное добавить еще персикового сока, но я не уверен, что это нужно. Вот, ну если хотите более такой менее многослойный вкус, то просто используйте водку и все. Не слишком фафи. Не слишком фафи, нормально. Ну потому что не перестарался с сахаром, я думаю, что фафи это слишком сладко, я не знаю. Ну вот и все на сегодня. Спасибо, что смотрели, ставьте лайки, не забывайте проверять, что у вас не слетела подписка на YouTube или подписываться если вы не были подписаны. Подписывайтесь на все наши соцсети, включая Telegram, у нас там всякие выходят анонсы, новости и прочее. Ссылки на рецепты всех коктейлей, которые я делал, они на сайте у нас в описании, можете найти там, если вам интересно в текстовом виде все это посмотреть. Если вы хотите помочь нашему каналу, вы можете оформить платную подписку на Patreon, если вы не в России, либо на Boosty и за небольшую месячную плату получить доступ к дополнительному видео каждую неделю, плюс там доступ в секретный чат и всякие такие штуки. С вами был Евграф, спасибо Екатерине и Александру, которые пробовали сегодня коктейли. До новых встреч, пока! Бонус! Пока мы тут снимали с большим количеством людей, которые все больше и больше, я чувствую к концу съемок, я уже буду стоять, здесь рядом будут такие люди стоять и пробовать. И давать ценные советы. Мы, короче, придумали здесь коктейль, который называется, ну, на основе уже существующего коктейля, но называется он Apple Sour. То есть мы подумали, что хорошо использовать Sour Apple, вот этот вот кисло-сладкий ликер, для коктейля классического саура, но вот такого яблочного. Вот посмотрим, что получится. Итак, берем шейкер и добавляем туда все самое интересное. Сначала бурбон 50 мл, затем лимонный сок 30 мл. По классической формуле Sour надо добавить примерно 20 мл сахарного сиропа, но мы добавим 20 мл Sour Apple, то есть кисло-сладкого ликера. И поскольку ликер все-таки это не сахарный сироп, хоть он и сладкий, поэтому мы добавим еще немного сахарного сиропа, 10 мл. Дальше, как многие из вас, я думаю, знают, идет белок яйца, но часто в комментариях пишут, а что делать, если нет белока яйца? Ну, есть там Аквафаба, есть там всякие жидкость от нута, короче, есть банки, если вы купили вареный, но я буду использовать то, что используют для веганов в этом баре, The Kond House, это Bubble Drops, называется, из коры какого-то дерева, я, честно говоря, никогда не пробовал, вот такая вот штука, ее надо всего три капли, чтобы была пена, посмотрим, будет ли. Так, раз, два, три, четыре сделал, видимо, я чувствую, мы здесь все утонем в пене, будет пенная вечеринка. Как многие знают, я не люблю драйшейк, поэтому я сразу добавляю лед, переливаю коктейль и шейкую сразу со льдом, но очень интенсивно. Этот шейк посвящается вот этому комментарию. Затем для разнообразия возьмем такую вот симпатичную, это не коктейльная рюмка, но это что-то среднее между роксом и коктейльной рюмкой. И с помощью стрейнера и барного сита отцеживаем полученный коктейль в эту нашу рюмку-бокал. Далее, ну, как на обычный саур, можем немножечко накапать вот так вот ангастуры для аромата, для внешнего вида. И коктейль Apple Sour готов. И попробовать этот коктейль приглашается снова Екатерина. Будьте любезны. Собственно, это была ее идея приготовить этот коктейль, поэтому, если ей что-то не понравится, я не виноват. Ну, да, действительно, я не могу быть совсем объективной, потому что я предложила этот коктейль, я люблю саур, я люблю яблочный ликер, мне он очень нравится. Мне кажется, это действительно интересная разновидность. Да, ну, здесь, кстати, вот тут предложил Роман, наш бармен, который нам помогал сегодня, добавить джин, а не бурбон. Мне кажется, тоже было бы хорошо, джин более такой нейтральный по вкусу, бурбона там много. Я бы даже, может, больше саур-эппл добавил. Да, я тоже об этом подумала, что еще более яблочного вкуса здесь было бы очень уместно. Ну, так тоже хорошо, и яблоко там есть, просто он такой, это получается такой яблочно-бурбоновый коктейль. Вот, если любите саур, попробуйте, это действительно интересно разновидности и заслуживает вашего внимания. Я тоже считаю, что это очень даже хорошо. Спасибо. Благодарю. На здоровье. Все. Бонуса к бонусам, как обычно, не будет. Ах! Продолжение следует...